Вот так каждое утро, пешком по знаменитым козьим саратовским тропам. Все большее число горожан выбирает именно такой способ передвижения по областному центру. Ждать общественный транспорт долго, холодно, а порой и вовсе бесполезно, даже если им иногда пользуется мэр. В Саратове до сих пор полностью не восстановлено движение на всех трамвайных и троллейбусных маршрутах. Автобусы стали ходить реже. Даже на Московской сейчас не встретишь привычную картину – вереницу ползущих по выделенной полосе автобусов. Лишь редкие экземпляры из Энгельса. Между тем уборка города, если верить отчетам чиновников, не прекращается. Основные работы ведутся по ночам. На этой неделе высокому начальству показали закупленную городом технику. В рейд позвали и журналистов. Это комбинированная дорожная машина «Чистик», как назвали ее на заводе в Липец. КДМ сделан на базе УАЗа. В Саратов закупил четыре такие машины. Он же может и на пониженной, и быстро может идти, да? Да, конечно. Но это вот очень важно. Как раз вам пешеходные зоны здесь очищать. Это просто замечательно. Вообще, старожилов такими чистиками не удивишь. Все новое, хорошо забытое, старое. Мультикар 25. Детище восточно-германских автопроизводителей. Завод жив до сих пор. В Советский Союз было поставлено 20 тысяч карманных грузовиков. Теперь нехитрую технику вроде научились делать и у нас. Фрезерно-роторный снегоочиститель. В город прибыло три единицы этой техники. Наши сугробы для таких устройств великоваты. Да и по дорогам ездить непросто. Буксуют даже тракторы. Что уж говорить о микроавтобусах. На этой неделе в город прибыла техника и из соседних регионов. Самарцы работали на улице Азина. У нас двуменные машины. Так что меняться будем прямо здесь. На месте производства работают, чтобы машины вообще не стоят. Да, на 30. Ну как? Снега у вас в Самаре поменьше? Поменьше. Раза в два. Сообщалось, что в Саратов прибыла и техника из Пензы. В ходе рейда ее не показали. Зато жители областного центра увидели наш самосвал на уборке снега у соседей. Фото на сайте Пензенской мэрии вызвало шквал негодования у саратовцев. Вообще, вот я сейчас сразу скажу, что в муниципальном предприятии, МОП «Пенс-Дормост» у нас занимается содержанием дорог, у нас нет саратовской техники. Вся их зарегистрирована в Пензе. Вот, возможно, я вижу этот масвал. Это техника подрядных организаций сторонних. То есть вот у нас есть ряд ООДСУ, автодорога, магистраль, строймаркет. Эта техника в том числе занимается содержанием федеральных трасс. И, возможно, у них и есть зарегистрированные в вашем регионе автомобили. То есть целенаправленно администрация не привлекает саратовские машины и свои машины нам тоже не отдает? Наша муниципальная техника работает только в городе Пензе. На улицах Саратова в подавляющем большинстве техника старая. Вот этот погрузчик ломается буквально на глазах, как только от него отошли губернатор и мэр. Рабочие по инерции продолжают грузить снег. Как настрой? Настрой боевой. И администрации готовы, и муниципальные предприятия. Сегодня вот из Самары звено, и из области приехали. Большая погрузочная техника, большие самосвалы. Поэтому есть понимание, как мы будем двигаться тактически. Мы понимаем, что дороги и центральные, и там, где ходит общественный транспорт, наледи имеет. Мы все проехали это видео, поэтому работа в Гриде большая предстоит. Ну и на вывоз, вывозить, потому что уже в отвал работать не надо. Хорошо. Тема саратовских снегопадов поднималась в четверг на встрече губернатора Валерия Радаева с полпредом президента в Приволжском округе Игорем Комаровым. Я хотел поблагодарить Министерство обороны и МЧС за мобилизованные буквально в очень короткие сроки технику. Видим, что ситуация улучшается, но она не решена. И мы надеемся, что в ближайшие сутки у нас будут решены вопросы по транспортной доступности населенных пунктов Саратовской области. Именно такая задача была поставлена на этом совещании. И также в это же время, в ближайшие сутки, будет нормализована работа общественного транспорта. Включены практически все маршруты его работы и нормализовано будет движение. По вывозу снега, насколько я понимаю, вот немного больше ползимы, объем вывоза уже в два раза превысил по данным, которые были представлены весь прошлый зимний сезон. Здесь требуется мобилизация дополнительного транспорта, и мы будем оказывать содействие и помощь. Между тем, сами саратовцы оптимизм властей не разделяют. Известный экстремал Александр Русинов презентовал в Ютубе ролик с зимними ужасами областного центра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да и горожане на улицах далеко не в восторге от действия властей. Ужасно. Ну вот я вчера как бы ехал, была техника, была техника. Я в первый раз как бы увидел ее практически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снег убирают, но я так понимаю, что они не совсем справляются с этим. Потому что в этом году слишком много снега, и даже коммунальщиков можно понять, что не всегда можно справиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне страшно, потому что уборки снега, хотелось бы, чтобы была она лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А много уборочной техники видели? Нет, видела буквально в воскресенье, проезжая мимо флагмана, стояло 4 КАМАЗа. Убрали не очень большую кучу снега. Об уборке. Последний день вот сегодня наблюдаем, что почистили трамвайные пути, десятку пустили. Но, по-моему, туда даже руководство электротранс вытащили. Они сами руководили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как? Никак. Я, например, на машину... Ну, в общем-то, я не езжу на машине, потому что очень трудно. Это только мучится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень плохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ваш взгляд, с чем это связано? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так думаю, что связано это с тем, что... Ну, плохо власти, наверное, справляются наши. Вот, поэтому я так только думаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что надо делать на вас? Может, техники купить больше? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да вроде бы у нас техники так по телевизору показывают все время. Закупка, закупка. Техники, а на самом деле техники не видно. Утром я езжу на собственном автомобиле, езжу и вижу ни одного трактора. Утром снег лежит, а трактор не работает. Может быть, по ночам не работает, но дороги не убраны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова